Офисные игрушки Только заросли садовых растений, которым только в радость потерзать оживших мертвецов На этом художественная часть заканчивается и приходится заняться непосредственно избиением зомби Изначально технология не отличается высокой сложностью Есть сад, в котором строго по линиям и только вперед передвигаются зомби С нашей стороны есть растения, которые по тем же линиям стреляют в сторону зомби и в скорости уничтожают их Или если те экипировались защитным ведром, не достигают успеха и тогда ожившие мертвецы начинают грызть доблестных защитников За каждый кустик нам приходится платить солнечными лучиками А они либо падают с неба, либо производятся подсолнухами, которые тоже надо посадить Каждое успешное задание дает вам новое растение, которое выполняет те или иные функции Вишни взрываются, орехи встают непреодолимой стеной, а отдельные оригинальные растения стреляют в нескольких направлениях Только зомби тоже не стоят на месте Они не только бредут навстречу смерти, но и учатся перепрыгивать препятствия, подкапываться под них, разживаются новой броней и так далее Такая гонка вооружений идет до тех пор, пока не сменится уровень А там в ход пойдут и ночные бои, когда на поле выходят грибы Будут бассейны, где оружие придется размещать на кувшинках Апофеозом станет битва на крыше Под каждым растением должен быть горшок Тут уж в ход пойдут все средства, вплоть до замораживания противника Из всего богатого арсенала мы можем взять только то, что влезет в 7-8 ячеек Хочется многоствольный кустик и стреляющий огненными шарами пень? Нет, придется выбрать что-то одно На оба места не хватит Правда, в этой битве нам помогает ушлый парень, который даже в дни апокалипсиса готов что-то продать Двойной подсолнух или грабли для первого зомби? Любой каприз за ваши деньги Нет денег? Ха-ха! Так играйте в мини-игры и будете успешны в любом бою Но все же режим приключения это слишком мало Да и основной смысл в нем это то, что открываются новые, ранее недоступные виды оружия А еще есть режимы паззлов, мини-игр и выживания Первый представляет собой набор задачек Разрешение одной из которых позволит взяться за следующую Здесь никто не торопит и есть возможность подумать Но решения иной раз оказываются очень сложными Мини-игры по стилю похожи на основную игру, но отличаются оригинальностью идей То на ваши позиции наступают зомби с головами растений, которые сами подстреливают В другом случае заработать ничего нельзя Зато листочки с заклинаниями будут сыпаться вам на голову подобно дождю Двух похожих игр нет Наконец, режим выживания Это серия игр, в которой нужно отстоять свой дом на определенной территории Боевые порядки и накопленные деньги при этом переходят в следующие раунды А между ними можно менять набор вооружения Так можно создать сверхмощные боевые порядки Для тех же, кто хочет получить все улучшения особо не воюя, есть Дзен Сад Тут достаточно поливать цветы и получать за это деньги Попкэп Геймс не сделали ничего уникального Просто взяли несколько старых идей и сконструировали из них очередной шедевр Как результат, многие из тех, кто хоть разок прикоснулся к Планс Версус Зомбис Еще не скоро вернутся к обычной жизни Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...